Первая волна возмущения намчан и жителей Субсельского сельского округа у входа на КПП на территорию детского федерального центра смены не пускают, хотя приглашали на встречу. Представители администрации города решили этот вопрос быстро. Через несколько минут людей пропустили. Второй накат волнения при появлении нового начальника смены Евгения Нижника с первых минут красноречивого оратора прервали громким требованием говорить по делу. Я услышал эмоциональное и толковое выступление, оно мне понятно. Я понимаю, что оно является политической трибуной. У нас есть постановление правительства Краснодарского края 7 июля 1997 года, где нам администрация края в федеральную собственность не сменна. Смена является федеральным учреждением. Возмущены жители Суко, их выгоняют с пляжа, требуют специальный пропуск смены. Мы прошли на территорию пляжа. На общественном яблоку негде упасть, на огороженном пляже смены один-два смельчака. Обычно с пляжа выгоняют охранники и спасатели, но на камеру геройствовать не стали. Негодуют жильцы домов по улице Приморской. Через КПП не пройти личные вещи автомобили досматривают дважды. При выезде из дома и при возвращении, как у подозреваемых преступников. И при этом новая власть детского центра, по словам местных жителей, прикрывается безопасностью детей. Мне непонятно, почему вы против детей. И вот третья волна, самая эмоциональная, задели самое главное – детей. Сельчане напомнили, как спокойно и мирно жили более 26 лет. И кто на самом деле имеет право пользоваться природными ресурсами Суко? По всем законам, от общечеловеческих до федеральных. Некоторые семьи живут с Сукой, продолжают род уже 150 лет. К человеческому отношению молодого руководителя призвали казаки и атаман. Порекомендовал руководить иначе. Не с того начал. Мы вам просто советуем переставлять свое отношение к людям, которые проживают здесь на этой территории. И все наладится. Я вам просто обещаю, что все наладится. Еще одна проблема – торговые ролеты. Местные жители оплатили аренду за торговые места, но им запрещают работать. Якобы торговля угрожает безопасности детей, отдыхающих в смене. Кто виноват и что дальше делать, разбираться надо быстро. Сезон уходит, а с ним время отдыха детей, в том числе и местных. И время самой активной торговли – основного источника заработка местных жителей. Почему я 4 дня без работы? Я налоги плачу, я пенсионки плачу, мне 58 лет. Для того, чтобы помочь дочке, чтобы операцию пятую сделать. По поводу ранетов я узнал об этом вчера. Лично от федерального детского центра смена ранетам не мешает. И тут же предложил работу вместо торговли. Вопрос по поводу работы. Кстати, это поможет сельчаникам. В ФДЦ смены сейчас есть много вакансий. Давайте я могу приносить сейчас начальника отдела кассы, чтобы сейчас можно запомнить заявление. Те, кто действительно хочет работать. Мы побеседовали с Евгением Нижником после встречи с сельчанами и услышали его мнение в спокойной обстановке. Пляж мы ограждать не планировали. И даже таких каких-то действий не предпринимали. То, что во время выхода детей спасатели, мальчики 17 лет, в желтых майках, тоже можете выйти, посмотреть, натянули веревку, подошли, сказали, дядя, здесь сейчас придут дети, не могли бы вы подвинуться. Я не считаю это каким-то конфликтом с местным населением. Встреча жителей Субсецкого сельского округа с директором смены прошла в субботу, 22 июня. И уже в понедельник на планерном совещании мэра НАПы Сергей Сергеев объявил о своем единственном решении. Пляжи должны быть открыты для всех. А проезд свободным для жильцов домов по улице Приморской. Решение такое, что в планах, значит, бежурить дорогу, та, которая была равна на момент ограждения. То есть получается, что ограждение сняли, и сразу дети у нас стали беззащитными. Потому что люди, да, а когда было ограждение, все было нормально. Это годами все было. То есть накладываемся мы тут на эту дорогу. Она должна быть в общем. Просто, понятно и без подтекста, и по одному стандарту – по закону. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, АНАПа. Регион.